С Хайнэнского космодрома Вэньчан успешно запустили новую ракет-носитель Чанчжэн-7. Её название переводится как «Великий поход-7». Ракета создана с помощью цифровых технологий. Проект — часть масштабной космической программы КНР. В этом году Китай планирует поставить рекорд осуществить более 20 запусков в космос. О новом поколении китайских ракет-носителей в нашем следующем репортаже. «Великий поход-7» — первая в Китае цифровая ракета-носитель. Начиная с проектирования и заканчивая производством, здесь применялись цифровые технологии. В результате удалось добиться разработки более дешёвого и экологически чистого аппарата, который сможет доставлять на околоземную орбиту до 13,5 тонн грузов. Как ожидается, ракеты станут основными носителями для запусков новых космических кораблей. Они также будут перевозить грузы для китайской станции, которая будет выведена на орбиту в этом году. Успешный запуск Чанчжэн-7 очень важен. Это отправная точка нашей миссии в целом. Ракета будет обслуживать готовящийся к запуску корабль «Шэнчжоу-11» и будущую орбитальную станцию «Тянгун-2». Запуски ракет серии «Великий поход» начались более 40 лет назад. Их число уже превысило две сотни. Ещё 150 запусков планируется осуществить в ближайшие пять лет. Пекинский центр аэрокосмического контроля завершил проектирование новой модели. Она готова обслуживать будущую космическую станцию. Стало известно, что первый тестовый запуск тяжёлой ракеты-носителя Чанчжэн-5 состоится в октябре этого года. Она будет способна доставлять на орбиту грузы массой до 25 тонн. Ракета уже отправлена на космодром Венчан для испытаний. Она будет обслуживать миссию Чанчэн-5 к Луне, которая запланирована в будущем году. Артур Фан Синсин, Си Си Ти Ви.